И снова здрасте. При свете пяти лампочек, ибо как-то без них уже темновато и если ставить камерой к этому самому, то я как-то не знаю как пока еще сесть. Буду пока на нее писать, потому что что-то я не знаю как там разобраться с этими глюками торможения видео на экшн-камере на линукс мин 19, а все кто особо умный только могут что и писать в комментах, типа видео тормозить, вместо того чтобы как-то подсказать, исправить ситуацию. Короче говоря, у меня тут будет обзор из трех магазинов из Атака, ДНС и Люкса. У нас есть такой магазин, когда еще маленькая была, мы с тогдашними подругами еще я там покупала, с дедушками я покупала магнитофон, еще два магнитофона покупала, один у меня еще живой, дисковый такой где-то там стоит, в смысле в этой квартире стоит где-то в каком-то месте. Короче говоря, есть теперь у нас такой, раньше там фериалы, разные магазины были по городу, торговый комплекс Люкс. В общем, там я тоже была. В принципе, туда я примерно, туда я и собиралась как бы идти, но в общем я думала, что швейная машинка вспомнила, что у Майдюти есть, но она у нее какая-то заисторическая ножная огромная, я так поняла, что из дома в другой дом не вытащишь. В общем, когда-нибудь потом я куплю себе, наверное, машинку, мне в принципе сейчас пока не к спеху. Ну или может, как мне было сказано, что тебе надо, я сама сошью. В общем, если вдруг мне понадобится сваять этот косплей вдруг, то я приду к тете, она пофигевает, но сошьет. Ну или может, я все-таки потом созрею, а сама куплю. Но то, что я вот видела эти машинки, они какие-то страшные, большие, хоть и вроде миниатюрные, но какие-то. В общем, не то, что мне хотелось бы, допустим, иметь в себя дома и не то, как я представляла себе лепестерическую машинку. В общем, купила себе сразу две штучки вот этого самого. Это у нас типа штрих, замазка, корректор, корректоры-флаконы называется это, вот. Я купила при запасе сразу две, если я одну открою, она вдруг сдохнет, чтобы вторая была. Так, купила себе пару ручек. Вообще, купила, хотела себе купить и такую же синюю, которую, как помню, в деревне такая есть, но еще как-то покупала синюю, у меня ее ход заныкал и заиграл, и сломал. Короче, красная ручка. Должна быть удобна в письме, вот чисто вот так вот тут прорезинена. Мне их в свое время открыла тюля. Красная ручка, про запасы, завис от той красной, что я сегодня в магните купила. И просто геревая, я думаю, что синяя, я думаю, что может быть я как-нибудь порисую геревой ручкой. Может быть, опять же, ваше тоже АСМР. Уже на кассе взяла несколько шоколадок, но, конечно, дешевле было бы купить просто какую-нибудь полноценную шоколадку, но что-то я так увидела, думаю. Видимо, надо было, как говорит Аленка, порадовать себя. Ой, вспомнила про Аленку, ну ладно. А, короче, это, надо же когда-то вспоминать про кого-то. Вот у нас Риттерспорт, 35% какао, шоколад молочный с элитным какао Ариба. Хрен знает, что за Ариба. Тут 16,67 грамма. 16,5, короче, грамм. 2 мая оно сделано и до 2 мая оно сроком. Вот такая вот шоколадка. По-моему, оно стоило 17 рублей, короче, практически по рублю за грамм. Вот это было, но не все по одной цене, только что вот разные. Марципан, шоколад темный с начинкой, марципан, Риттерспорт и еще один такой же я взяла. И сроки, в принципе, у них нормальные. Этот даже 4 мая сделано оба. Марципан. Может быть, надо было сходить посмотреть эту буханку марципановую купить. Но что-то я так как-то... Я и не хотела ничего покупать. Вот увидела на кассе, думаю, что я... В общем, увидела на кассе. Купила себе немножко по 85 копейками. Он сейчас там за килограмм этот самый... Что это у нас? Финик. У меня там еще на чайную ложку осталось, наверное, финикового сиропа, который искусил. Развесные макароны мне у них нравятся. Правда, в двух пакетах, потому что показалось, что один пакет порвался и пришлось в срочном порядке сувать другой пакет. Сколько-то там себе взвесило. Сейчас по чеку гляну. Может, там написано, сколько я себе их весила. 348 грамм я себе их взвесила. 31 рубль 30 копеек они стоят. Потом купила себе салфетки влажные. Влажные салфетки для рук каждый день. Тупо нет у меня сейчас салфеток, но как бы надо. И маленький пакетик коту, потому что я что-то не знаю, у меня то один живет, то другой живет. Вот фрискос я ему положила. Он ходил, выпендривался, фрискос, жидкий корм не сжрал. Сейчас пришла, вроде как чуть-чуть поел, но вот такое. Типа, вот что это я есть буду. Причем он как-то жидкость, по-худо, дело выпивает, а эти комочки оставляет. Странный кот. Ну, конечно, где ему тут мышей надыбаю. Ну, и вот тут вот этот самый. Вполне нормальный тут состав. Комш, сухой, полнорационный для взрослых кошек с говядиной. Я что-то подумала с рыбой взять. Он же воняет рыбой нафиг. Он меняет рыбу потом вот везде. Короче, купила себе две штуки. По 270 рублей каждая. У меня я покупала тут вместо магазина удлинитель. В общем, он какой-то уже откинул от копыта. Мало того, что, наверное, китайский, но он совсем китайский. И он был, хоть я и хотела поменьше метров, но там что-то какой-то запредельный метраж. Плюс у меня старый. Он не то, чтобы что-то с ним не то. Он просто очень длинный. И он из той квартиры. И там-то он бы нормально был. Но здесь он так стоит, что не очень удобно. Я думаю, его просто забрать в деревню, чтобы там был удлинитель с несколько дырок подлиннее. А сюда, в общем, метр восемьдесят каждый. И с переключалкой. И один для стиралки и зажигалки. Ну, в смысле, фигня, которой плиту зажигают. А другой как раз в холодильнику, где вот этот самый длинный. Две недели на проверку и два года срок гарантии, как мы сказали. Это в ДНС. Я их пока еще не распечатывала. А еще я купила такие. Лёля же не может купить что-то дешевенькое. Что-нибудь там за 1300. Лёле надо что-нибудь такое за 320 рублей. Плюс мне еще дали, оформили скидочную карту. Там 150 рублей накинули с этой покупки. Сказали, что типа она какая-то накопительная. С каждой покупки чего-то капает. И монетку можно там обменять что-то через сутки. Или как-то так на какой-нибудь товар. Ну, типа скидку сделать. Сейчас попробую поднять. Сейчас попробую ее достать. Она уже вскрытая, потому что я не заходила, чтобы ключи забрать. Ну, и рост не посмотрели. Короче, сушилка ведь и рук пятиярусная с расчетом даже посушить травку. Там у меня где-то документ, но я, наверное, его сейчас положила туда, где не достать. Да, наставать и доставать. Там, короче, срок годности, в смысле гарантия на нее год. И она как бы там инструкция по применению, что как сушить. Плюс еще можно сушить травку, там написано, что как. Она прозрачненькая. При мне ее включили, она поработала. Ну, в смысле, на тестово поработать. Вот то, что... Вот она выглядит так, как я хотела. Прозрачненькая, кругленькая. Я, правда, хотела чуть-чуть поменьше или хотя бы там на три противня. Но, как мне сказали, ветерок такой не бывает. Это самый маленький ветерок. Но тут даже на крышечке написано, вот что и как. Так, и, походу, дело даже какая-то фигня переключающаяся есть. Но я потом в инструкции почитаю. А так она, короче, включается в розетку. И там по времени ставить и сразу же дует. Раз, два, три, четыре, пять. Конечно, кто снимал, так нормально отложить-то не может. Ну, да ладно. В общем, как мне объяснили, там можно, допустим, даже на один противень положить. Крышечкой закрыть и будет счастье. Вот тут, что написано. Груши сушить от 15 до 30 часов, от 50 до 70 градусов. Вот яблоки 6-8 часов удивительно. Яблоки меньше сушить, чем груши. Хотя те же градусы. Потом абрекосы сливы, бобы, грибы, лекарственные травы, виноград. И какие-то деления еще тут идут. Вот так вот. Вот, мне тебя поставить, да, блин, аккуратненько. В общем, вот такой у меня обзор. Опять он будет монтироваться, опять он будет выкладываться, может, даже не сегодня. Потому что у меня вот как-то слегка дедлайна. Я пообещала уже еще будучи в деревне сдать сегодня цветок, который еще перед уездом начала. Но, может быть, я сегодня его все-таки успею. Хотя у меня там еще в сад. Так что, всем спасибо. Всем пока.